Доброе утро! Чтобы грамотно подобрать домашний уход, нужно точно знать свой тип кожи. Потому что если мы неправильно подберем для нас бедюти-рутину, то столкнемся с рядом проблем. Прощие черные точки и даже морщины. Но как же определить свой тип кожи? Сегодня узнаем в нашей программе. Про типы кожи нам сегодня расскажет врач-дерматолог-косметолог Сафарова Наталья. Доброе утро! Доброе утро! На просторах интернета выделяют большое количество типов кожи. И смешанная, и комбинированная, и еще какая-то там. Вот давайте выделим основные типы кожи. Вообще мы выделяем 4 типа кожи. Это нормальная кожа, жирная кожа, сухая кожа и комбинированная кожа. То есть с участками жирной и сухой кожи. А есть ли какая-то особенность у каждого типа кожи? Вот давайте разберем каждую. Нормальный тип кожи встречается в основном у молодых и здоровых людей. Кожа внешне имеет естественный красивый блеск. Она упругая, эластичная, бархатисто-шелковистая на ощупь. Нет морщин, воспалительных элементов. Кожа хорошо переносит условия неблагоприятной среды и умывание водой. Сухая кожа, внешне тонкая, матовая, имеет узкие поры. После умывания водой склонна к шелушению, к раздражению и ощущению стянутости. Плохо переносит условия окружающей среды. Жирная кожа встречается в основном у юношей и девушек в период полового созревания, а также у тучных людей. Жирная кожа плотная, толстая, имеет характерный жирный блеск, большое количество расширенных пор, которые напоминают лимонную корку, большое количество угревых высыпаний, воспалительных элементов, а также множество черных точек, это закрытые комедоны, или милиумы, это открытые комедоны. Комбинированная или смешанная кожа, это тип кожи, который включает в себя участки жирной и сухой кожи. Жирная кожа – это область Т-зоны, в которую входят лоб, нос и подбородок. Сухая кожа – область щек. И самый такой интересный вопрос – а может ли наша кожа со временем измениться? Тип кожи определяется генетикой, но в зависимости от различных факторов ее тип может меняться. Так, например, это зависит от гормонального фона, от внешних раздражителей, то есть климатических условий, от неправильного питания, от вредных привычек, от неправильно подобранного ухода. Например, при избыточном использовании щелочного мыла или спирта жирная или комбинированная кожа может перейти в сухой тип кожи. Наталья, вы сказали о том, что нужно как-то подбирать правильный уход. Вот какой он должен быть для определенного типа кожи? Для каждого типа кожи, естественно, должен быть индивидуальный уход. Так, например, для любого типа кожи необходимо придерживаться трех основных правил. Это очищение, тонизирование, увлажнение, к которому также можно отнести питание и защита. Для нормального типа кожи необходимо в первую очередь поддержание этого естественного баланса и защита в летнее время от солнечных лучей, то есть использование кремов или эмульсий с SPF-фактором. По необходимости также защита в холодное время. Вот, в ночные часы желательно использовать крема с антиоксидантами для профилактики старения. Для сухого типа кожи рекомендуется увлажнение, питание и защита. В дневное время желательно использовать крема или эмульсий, которые удерживают влагу и защищают от солнца. В вечерние ночные часы желательно использовать питательные крема с маслами. В холодное время года защита от воздействия ветра и мороза, то есть защитные крема. Для жирной кожи рекомендуется мотировать кожу, сужать поры и предупреждать воспаление. Так, для очищения рекомендуется использовать гели с фруктовыми кислотами. Один-два раза в неделю, если нет воспалительных элементов, использовать скрабирование, а в летнее время использовать средства с SPF-фактором. Для комбинированной кожи рекомендуется поддерживать PH кожу, увлажнять и защищать. Можно использовать определенные средства зонально или чередовать их. Так, например, для очищения подойдут бесщелочные пенящиеся средства. В области Т-зоны рекомендуется использовать себорегулирующие и сужающие поры тоники, а в летнее время увлажняющие эмульсии, мотирующие с SPF-фактором. А как можно определить свой тип кожи в домашних условиях? В домашних условиях определить тип кожи трудно. Лучше обратиться к специалисту. Но все-таки можно попробовать. Так, например, если умыть лицо и промокнуть аккуратно бумажным полотенцем, подождать 15 минут, взять тоненькую бумажную салфеточку и положить на лицо. Если на салфетке останутся жирные следы по всей поверхности, то тип кожи будет жирный. Если же жирных следов нет, тип кожи сухой. А если на салфетке окажутся следы в области Т-зоны лоб, нос и подбородок, то тип кожи комбинированный или нормальный. Огромное вам спасибо. Была рада помочь. Сегодня мы поговорили про типы кожи и каждую подробнее разобрали. А еще провели небольшой мини-тест, который вы можете повторить в домашних условиях. А вы берегите себя и будьте здоровы!